Здарова всем братишки, с вами Эрнесто и добро пожаловать на вторую серию пути бомжа на Аризона РП. В этой рубрике я прокачиваю свой аккаунт без помощи подписчиков, админов и доната. Как только вы наберете 1000 лайков под этой серией, я сразу же сажусь записывать следующую. И конечно же, подпишитесь на мой канал, если вы еще до сих пор этого не сделали, ведь я иду к цели 70 тысяч подписчиков и без вашей помощи мне не справиться. Желаю приятного просмотра и погнали! В прошлой серии я купил себе вот этот вот ранчер в салоне эконом-класса и сейчас в принципе рассекаю по штату на нем. Кстати, ввели обновление на Аризону и сейчас если вы не застрахуете свой автомобиль, то при взрыве вам будет начислен очень большой штраф. Это оказалось на самом деле очень близко. Подбегаем к любому этому челику, который смотрит на нас и выбираем тип имущества. Сейчас автомобиль, описание имущества ранчер, тип страхования, страхование, повреждение автомобиля и срок, срок не нужен, я понял. Оставить заявление. Стоить будет всего лишь 5600. Окей, все верно. Вы подали заявление на страхование имущества, номер заявления 4, ожидайте его рассмотрения. Ну все, подождем пока его у нас рассмотрят. Кстати, не забывайте на пятом уровне активировать мой промокод хэштег Ernesto Show, который даст вам 600 тысяч. Также в обновлении ввели новых 20 квестов хэллоуинских, поэтому именно сегодня я их буду проходить. Это очень неплохой шанс заработать, а заработать с вами нам нужно. Потому что в первой серии мне всего лишь удалось нафармить 1 миллион и то по большей части я прокачивал свой аккаунт в плане уровня и проходил начальные квесты. Давайте-ка сейчас сначала поучаствуем вот в этом вот розыгрыше, можем получить какой-то с вами приз. Так, я готов. Главные цвета хэллоуина. Оранжевый и черный. Ого, мне дали золотую рулетку. Вот это вот приколдес, пацаны. Вот это вот прогресс. И еще 5 штук мне их дали. Парни, ну это запах успеха, я вам говорю. Блин, я реально в шоке, у меня аж эмоции зашкаливают. 5 золотых рулеток я выиграл, только что ответив на вопрос. Ну а сейчас мы подходим к Томасу и здесь у нас вот первая часть квестов. Остальные находятся у второго квестового персонажа. Кстати, можете написать в комментарии, за сколько вы прошли все эти задания. А я потом скажу, за сколько прошел я. Но занимают они времени довольно-таки немало. Поэтому принимаем самый первый квест. Я твой рот наоборот. С 10 уровня квесты доступны. Какой же я дебил! Как я мог об этом не подумать? И что теперь делать? Вся серия по пизде пошла. Ну, зато 5 золотых рулеток выиграл. И то неплохо. Я приехал на центральный рынок. Обалдеть! Тут все палатки просто заняты. Ну вот, свободную я вижу. Давайте попробуем сейчас продать все те приколюхи, которые у меня есть в инвентаре. И начинаем выставлять свои товары. Бронзовая рулетка, 4 штуки. Давайте их попробуем продать по 18 тысяч. Также я хочу выставить сейчас разные стикеры и также золотую рулетку. Давайте золотую рулетку я поставлю по 400 тысяч. Вот так вот ведем. Опа, все, 5 штук я выставил. Ну и осталось выставить только стикеры. Теперь ждем наплыва покупателей. О, прогресс пошел! Стикеры купили! В общем, я там очень долго простоял. Никто у меня эти рулетки не купил. Только стикеры купили. Также я тут сейчас постоял и покричал, что продаю золотые рулетки. Также их никто не покупает. Я так полагаю, на них цена упала. То есть, раньше они стоили около 400 тысяч. А когда вышли платиновые рулетки, то цена на них, наверное, снизилась немножечко. В общем, ждать я больше не хочу. Это реально очень долго. Поэтому я здесь на скупке где-то видел по 270 тысяч за рулетку. Да. Давайте я продам ему 5 штучек. Вот, я получаю миллион 300 почти. Без 4 тысяч. Ну, нормально. Теперь у меня на руках, кстати, 2 миллиона есть. А с остальными стикерами я могу сделать только вот это. Вот. Потому что их никто не покупает. Они никому не нужны. Сейчас я прибыл в центр занятости для того, чтобы устроиться на одну прекрасную работу, которая называется «Механик». Да, я хочу выполнить ежедневное задание, чтобы получить Аризона Коины. По-моему, там начисляется 22 или 24, точно не помню. Так, друзья, мне остается починить 2 человека. Сейчас я чиню вот этого вот за 1. Я надеюсь, что он примет. Да, красавчик принял. Кстати, на мое удивление, из всех 14 человек ни один не отказался. То есть люди сегодня прям какие-то отзывчивые на автобазаре. Меня это прям радует. Ну и сейчас починим последнего с вами человека. Это у нас будет 797-й айдишник. И у меня пропала машина. Уже второй раз. Не знаю почему. Как она так спавнится? Кто ее спавнит? Я снова арендовал тачку «Механика». Уже в третий раз. Я не понимаю, почему мои машины исчезают. Их кто-то спавнит однозначно. Давайте починим последнего. Я надеюсь, ты примешь. Да, красавчик. Все. Было получено 20 Аризона Коинов в инвентаре. Это отлично. И меня еще, кстати, кто-то принял в какую-то Фому Буллет. Она без улучшений, но с галочкой и брендом. Какой от нее толк? Я без понятия. Ну ладно, пока что буду в ней. Сэр, вам нужна девушка? Нет, спасибо. Обойдусь как-нибудь. Спасибо, удачи вам. Давай тебе не хворать. Прохожу ежедневное задание таксиста. То есть отвезти по 15 клиентов. Погнали до стоянки такси. Погнали, братан, я тебя отвезу. Одного я уже отвез. Кстати, на сервере включили X3 Payday в честь открытия нового сервера 14-го. Поэтому за достижение дается X2 награда. То есть обычно за ежедневный этот квест платят 24 Аризона Коина, а сейчас можно получить целых 48. Вы представляете? Поэтому шанса упускать нельзя точно. А не слишком ли много здесь конкурентов? Раз, два, три, четыре, пять. Я шестой. Офигеть. Сколько таксистов? По сути, я сейчас везу последнего 15-го клиента и задание уже будет выполнено. Благодарю. Да не за что. Давай. Плюс 48 Аризона Коинов я получил и 6000 мне упало наличкой. Блин, это круто на самом деле, что есть такая функция, как X2 достижение. Вот в это время реально можно нафармить АЗшки. А механика я проходил, к сожалению, когда не было X2. Ну ничего, хотя бы на таксисте урвал. И сейчас давайте вот эти вот 68, которые у меня есть, Коинов переведем, точнее заберем на счет. Вот все, я забрал их себе на счет и теперь я хочу перевести их в верты. Я получаю 748 тысяч, ну неплохо, около миллиона почти. После всего этого я решил снова отправиться на центральный рынок и увидел, как человек кричит, что скупает тыквы по 9 тысяч. Я ему кинул трейд и продал свои 17 штук, которые мне накапали с каждого Payday. Это все обошлось в 153 тысячи, ну тоже неплохо. Также я еще на скупе обнаружил, что человек скупает ресурс серебро. Кстати, он мне выпал так же, как и золотые рулетки, ответив на правильный вопрос второй раз. И еще в инвентаре у меня оказалось 60 Аризона Коинов, также с выполнением ежедневных заданий. Это я еще раз прошел механика и то, что отыграл 5 часов. В итоге я их перевел в верты и получил 660 тысяч. На руках у меня стало 3 миллиона 661 тысяча. Затем я захотел открыть бесплатный сундук и мне написало, для того, чтобы открывать сундук с рулетками, необходимо скачать и зайти в игру с лаунчера. Вот это для меня оказалось вообще шокирующей новостью. Походу в натуре теперь придется переходить на лаунчер. Ну что же, сегодня я заработал 3 миллиона с копейками и на этом я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что серия вам понравилась и ваш лайк уже поставлен. Также подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. С вами был Эрнесто, все крепко обнял, до скорых встреч, пока-пока.